Друзья, всем привет! Сегодня хочу немножко снять обзор ванны, которую только вы завершили. Ну, точнее сказать, почти закончили, но вот здесь за моей спиной видно пару моментов, которые еще нужно будет доделать, но это чуть позже об этом расскажу. Ванна, скажем так, я бы ее назвал ванна 21 века, потому что здесь есть такие современные решения, которые, ну, наверное, не каждый себе может, во-первых, позволить их применить, ну, и, может быть, кто-то о них даже вообще не знает. Так что сейчас вам хочу рассказать. Ну, начнем с того, что у нас сами стены, ну, само помещение, как обычно, конечно же, это все выравнивалось, штукатурилось, заменена вся коммуникация, здесь у нас переделывали стейки, и возведена тоже фальш-перегородка для чего? Для того, чтобы ванна метр семьдесят у нас встала по всем трем стенам. То есть вот здесь вот, если видно, вот это расстояние, то есть, да, где-то на семь сантиметров мы поднарастили, чтобы все было четенько. Ванная очень классная. Вот очень понравилась мне слив по центру, здесь у нас такой клик-клак, фирма Риха, то есть нажали, она закрылась, ну и наоборот. Классненько, что она идет с подсветкой, здесь такая встроенная штучка, что можно включать-выключать подсветку. Оно уже сейчас красиво выглядит, но суть в том, что когда именно ты лежишь в воде, набираешь вот так вот воды, то вот эта подсветка, она подсвечивает всю ванну полностью водой. Очень красиво выглядит. Здесь у нас встроенный смеситель Лемарк, то есть встроенный отличается чем? Тем, что вывод на тропический душ, он у нас идет в стене. Ну и, соответственно, все вот это дело, да, видите, оно тоже полностью все утоплено. Как раз вот фальш-тина позволила нам это все там спрятать. Вот немножко вот про вот это место хочу тоже сказать. Здесь у нас будет столешница, то есть здесь у нас уже мебельщик, да, это не мы будем заниматься. У нас вот здесь будет накладная раковина, под нее у нас здесь специально вырезан, чтобы все подключения были там, то есть сифона здесь вообще не будет, он будет уходить туда. и получается столешница будет идти вот так, немножко поворачивать и уходить вот сюда, вот, то есть таким вот образом. То есть для того, чтобы не мешать кнопке смыла. Кстати, если видите, то инсталляция низкая. Обычная инсталляция примерно метр двадцать, вот на такую высоту. Здесь, если видно, то инсталляция где-то восемьсот пятьдесят, то есть чтобы как раз сделать и был туалет, да, и в то же время, чтобы раковина. Можно, ну, было не просто тумбу поставить, а чтобы можно было сделать нормальную столешницу и функциональную. Если тоже сказать по ванне, то у нас она парящая, то есть есть, смотрите, зазорчик. И вот я специально снял вот эту плитку, чтобы вы увидели, что вот там вот у нас, видите, сифон. То есть это у нас, вот эта плитка глухая, а вот эта плитка у нас съемная, и там сифон. То есть если что-то, мало ли, нужно обслужить, все так же в доступе удобно. Кстати, унитаз у нас тоже непростой, он у нас с очень удобными функциями. У нас к нему прилагается вот такой вот пультик. Я думаю, что, наверное, многие даже не пользовались такой штукой. Нажимаем. И у нас вот здесь выезжает вот такая штучка. И подмывает. Ну, в общем, это замена биде. То есть это встроенный гигиенический душ прямо в унитаз. Там, соответственно, с подогревом он идет вот этой вот самой сидушке. Ну, в общем, прилагается пульт и толстая инструкция, как этим пользоваться. Так что, да, такое технологичное решение интересное. Также у нас обязательно система защиты от протечек. Один датчик. У нас вот здесь вот, здесь у нас будет мебельный шкаф также, то есть полностью до конца. Один датчик защиты от протечек под стиральной машиной, и он там под ванной, где я показывал. Дальше электрический полотенцесушитель у нас управляется. Вот здесь у нас кнопка включения. То есть вот у нас управляется через вот такой вот сенсор. Ну, и обычная, да, стиральная машина. Подключение у нас тоже вот таким вот образом выполнено. То есть сбоку. Почему сбоку? Потому что, по идее, конечно, хочется это дело спрятать, но в этом случае у нас машинка очень сильно отодвинется от стены. То есть она у нас будет, ну, выезжать сюда. А так это позволяет система, когда мы выносим подключение сбоку, слева, позволяет стиралку максимально туда задвинуть. В принципе, вот так. Здесь мы запечатали, так как там у нас, вот еще видите, идет ремонт. То есть готовим стены под малярный флизелин, под покраску. То есть еще работа идет. Ну, вот здесь вот осталось, получается, под длиной спиной в клей зеркало и столешницу поставить. Ну, и натяжной потолок. Ну, думаю, что это уже готовый вариант. Обязательно покажу, сделаю фотки. Плитка здесь у нас керамогранит 60 на 120. Это стены. Пол, если видите, у нас вообще только один шов. Плитка идет размером 80 на 160. То есть и как раз у нас рассчитано так, что просто две целых плитки. Тоже классно. Конечно, выглядит очень современно, стильно. Но, конечно, такая плитка дороже. То есть и в работе, и по цене. И даже сам клей плиточный для крупного формата. Керамогранит, он будет дороже, это естественно. Но зато, конечно, результатом этого строят. Если есть возможность. Ну, в принципе, такой вот обзор. Пишите ваше мнение. Что вам понравилось, что нет. Что бы хотели вы, может быть, у себя применить какие-то решения. Ну, и до скорой встречи. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok